Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Метро. Заказала я онлайн, но не через Бермаркет, а через само приложение Метро. Мне также одна моя зрительница писала, что можно скачать это приложение и там, соответственно, зарегистрировать карту, и по этой карте уже ходить самой в магазин. Но в магазин мне, честно говоря, был и телень. Плюс сейчас столько у нас болеют в Санкт-Петербурге, у нас и учителя в школе все болеют, у детей. И, в общем, я решила, что лучше я закажу. Но! Обычно я заказываю через приложение Сбермаркет. Хочу на него с двам, девочки, поругаться. Вчера я целый день ждала доставку. Целый день. В итоге не позвонили, не предупредили, просто отменили заказ. И все на этом. Деньги за заказ умудрились списать и не вернули. Обещают вернуть в течение трех дней. Вот сегодня уже второй день, и денег до сих пор нет. Хотя они не должны списывать деньги с карты. Обычно, вот как у меня происходило, курьер приезжает, и после этого у меня деньги списываются, и приходит чек. Но вот произошла такая история. На все мои злые письма в службу поддержки мне отвечают стандартно. «Извините, у нас много заказов, у нас то-сё». Я спросила у Сбермаркета, если я перезакажу заказ, мне привезут? На что мне сказали? Мы не знаем. Представляете? Вот. Единственное, что из метра мне тоже привез курьер, который работает в службе Сбермаркет. И даже пакетов, которые упакованы, тоже на них написано Сбермаркет. Поэтому не знаю. Но привезли даже раньше времени. Я заказывала на утро с 11.30 до 14.30. Сейчас 10 утра, я даже ещё не успела погулять с собаками, и мне уже привезли заказ. Так что как-то так. Но буду теперь, наверное, и сама ездить тоже в метро, так как оформила там карточку. Супер! В общем, как обычно, чек у меня в конце видео. Немножко у меня такая покупка к новогодним праздникам. В морозилку затарить. Кто спрашивал? У меня два холодильника. И плюс ещё морозильная камера отдельно стоящая. У меня есть куча места, где всё это хранить. Поэтому я, как бурундучок, люблю всё затаривать, чтобы у меня в закромах всегда что-нибудь вкусненькое было. Если приезжают гости, или просто если вдруг самому захотелось что-нибудь вкусненькое. Давайте уже покажу закупку. Так, девочки у меня несчастные в создании, потому что мама ещё не погуляла. Будет сейчас разбирать. Так, начинается. Вот, буду сейчас разбирать продукты. Боночка, я обязательно схожу. Сейчас разберу и схожу. Видите, обиделась. Потому что должны ходить гулять. Исключительно после завтрака. И вот такая большая закупка у меня получилась. На 13 с лишним тысяч. И так как я была ещё покупателем впервые, именно через приложение Метро мне ещё дали промо-код. По-моему, друзья. Не знаю, если в чеке будет видно, посмотрите. Который дал ещё дополнительную скидку как бы на первый заказ. Вот. Давайте. Начнём отсюда. Отсюда, да. Решила попробовать у них вот этот наполнитель. Думаю, если мне нравится лентовский, может быть и этот неплохой. Но в любом случае, лотки чищу я каждый день. Поэтому даже если он будет плохим, для меня это не сильно страшно. Также взяла ватные диски. У меня закончились. Это я до кучи. И была акция вот на эту зубную пасту. Она мне, кстати, очень нравится. Вот это президент. Очень классная паста. Я взяла два разных. Так. Для здоровой белизны и для ежедневного отбиливания. В общем, вот так. Здесь у меня упаковка сока. По-моему, это яблочный. 27 штук по 0,2. Получается дешевле, чем если просто в рассыпную, скажем так, покупать. Вот, видите, у меня пакет из Бермаркет написано. Но через приложение Метро. Здесь у меня вот эта вода, святой источник. С разными вкусами в школу брать. И, как всегда, пакетики. Единственное, что для собак там были только такие педигри, чапи. Мои такие не едят пакеты собаки. Поэтому только для котов. Но для котов тоже важно. Так. Дальше. Давайте прорежимся по заморозке. Ну, по крайней мере, то, что я буду делать запасы. Я же бурондаючок, я вам сказала уже, да. Филе бедра. Я хотела еще филе грудки. Но его не было в наличии. Поэтому взяла только филе бедра. Ну, и оно тоже мне хорошо. 2,5 килограмма. Большая упаковка. Получается намного дешевле. Филе здесь свежее. Но вот у меня к нему вообще нареканий никаких нет. Также здесь желудки цыплят бройлеров. Только у меня животные едят. У меня домашние ни сердечки, ни желудки не кушают. Поэтому да. И, конечно же, рыба. Мне очень нравится вот эта замороженная рыба. Именно вот эта вот метра шеф. И вот эта аро еще тоже очень хорошая. Я заказала вот такую форель. Только она такая маленькая, девочки. Смотрите, какая она маленькая. Здесь две штучки. Но она прямо маленькая. Вот. Но мужу у меня вот прям целую надо. Ну, две запеку. Одну себе, одну мужу, да. Или здесь вообще одна. А, здесь лучше. Нет, здесь две там. Две штучки. Но они прям малюсенькие такие. Малышки. Форельки. Ну, я запеку в духовочке. Нормально будет. Скумбрия. Две упаковки. Сразу взяла. Они были на акции. И горбуша. Филина кожи. Тоже моему мужу нравится, как я ее делаю. Поэтому взяла яйца. С1. Теперь я все время беру вот эти С1. Потому что они от более молодых курочек. Я реально в это верю. И, кстати, заметила, что у них более яркий желток. Может быть, мне только кажется. Но, в общем, как-то так. Вот. Дальше. Купила вот такой российский сливочек. Обычный сыр. Целую головку. Мне на всякие запекания и так далее пойдет. Папирони. Я их тоже замораживаю. Единственное, что здесь не килограмм, а 500 грамм. Но у меня еще с предыдущих раз... С предыдущих закупок осталось немножко папирони. Я тоже заморожу. Немножко мужчинам с вами на еду оставлю. Остальное замораживаю. Потом на ту же пиццу вообще супер. Конечно же, пока не на акции. Девочки, видите где-то, берите, бросайте в морозилку. Пицца, сосиски в тесте. Я не знаю, капуста тушеная с сосисками. Все что угодно. В общем, они очень классные. Именно. То есть вы, когда их разморозите, они будут точно такие же, как до заморозки. Не теряют своих свойств. Поэтому прям советую. И смотрите, что я взяла. Куча-куча булок. Я их сейчас... Это замороженные булки. Замороженные. Вот такие для хот-догов и для гамбургеров. Вот такие огромные упаковки. Я сейчас запихну это все в морозилку и буду выдавать поштучно. Или даже если ко мне приедут там гости какие-нибудь. В общем, супер. Также замороженные. Как правильно говорить? Макаронс. 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 Неважно. Я сейчас пару штучек достану и съем. Остальное все спрячу, заморожу. Вот такие булочки. Мне очень понравились. Я как-то их уже брала. Покупала. Очень вкусные. Внутри шоколадные такие капельки. Это тоже замороженная выпечка. Достаете, бросаете в духовку. И супер. Как раз на январские праздники, когда что-то захочется вкусненького. Супер. Также я взяла тарталетки. Это уже на новогодний стол. Посмотрите, какие хорошие тарталетки. Это из слоеного теста. А это для икры из песочного, по-моему, теста. Да, из песочного теста. Ну, здесь их приличное количество. Мне как раз на новогодний стол хватит. Вот, потому что в тарталетки можно там все что угодно положить. Смотрите, какие орешки классные. Они такие аппетитные. В общем, взяла вот такую упаковку орешек. И вот такие вот грибочки. У меня мои любят. А, еще крентельки с солью. Тоже супер. Дальше. Взяла две пачки сахара. И одна зрительница мне все время писала, что она берет, по-моему, разные зрительницы. Неважно. В общем, зрители мне писали о том, что берут вот в таких ведрах творог, майонез, сметану. В общем, всякую вот такую еще молочку. Сметаны мне так много не надо. У меня она испортится. Ее не съедят. Единственное, что только может какой-то, если там на выпечку сметанник сделать. Майонез тоже я как-то решила так много не брать. Думаю, зачем мне столько. Хотя впереди Новый год, надо было, наверное, и взять. В общем, я взяла творог вот такой, 5-процентный. Давайте вместе с вами его откроем, посмотрим, какой он внутри. Вот такой вот он внутри. Смотрите. Ну, супер. Ой, пахнет очень вкусно. Я даже, наверное, поем его. Ну, в любом случае, творог на выпечку. Какие-нибудь пирожные и так далее. Ну, не пирожные. В общем, те же сырнички. Целый килограмм я обязательно сделаю. Так, кетчуп и майонез, сметаны. Я, кстати, больше люблю сметанный майонез. Наверное, поэтому не стала брать вот такую вот упаковку. Дальше у меня здесь фрукты, овощи. Апельсины, яблоки, роял гала, яблоки, тоже роял гала. А что-то странное. Это я так заказала, интересно. Роял гала. Нет, должны быть другие у меня яблоки. Вообще, это разные, смотрите. Это разные яблоки. Вот это роял гала, а это другие. Ну, в общем, не важно. Так, груша конференс и груша вот эти вот, которые, наверное, правильно произносятся форел. Как-то так, наверное. Вот. Но я их называю форель. Форель я тоже люблю. Груши мне эти тоже очень нравятся. Здесь у меня бананчики. И огурцы, помидоры. Взяла лимончики. Ну, лимончики там можно взять только по весу. Количество штук я не знаю сколько. Вот у меня получилось 4. И также я взяла лаймы. У меня тоже получилось 4. Лайм я не особо люблю. Любят мои мужчины, поэтому для них взяла. Слушайте, и взяла авокадо. Подсела я в последнее время на авокадо. Мне, конечно, очень нравится именно вот это. Я его там тоже нашла. Авокадо ХАЗ. Вот. Но я еще решила взять вот обычный. Смотрите, какой мне выбрали хорошенький. Единственное, что оно твердое. Оно должно еще спеть. И как раз пока это у меня будет подсевать, я съем вот это. Супер. Вот. Еще взяла лук, укроп. И взяла вот такую штуку. Я ее уже как-то покупала, но покупала, я не помню в каком магазине. По-моему, в Перекрестке. Это пророщенные бобы, по-моему, да. Вот. Семян фасоли. Они очень вкусные. Даже моим детям понравилось. Вот. Я буду делать такой салатик. Вот. А еще взяла шпинат. Да. Это, по-моему, шпинат. Что это? Шпинат. Да. Мини-шпинат. Вообще, так интересно. У меня мужчины мои, вот если я поставлю на стол салат и скажу, что это листья шпината, они не будут есть. А если я просто поставлю на стол и скажу, это салат, то они съедят у меня с удовольствием. Так что вот такая я обманываюсь. Сейчас упаковочку-то сниму и отправлю просто в пакет, чтобы они не знали, что это шпинат. Хотя вкусно нравится, но вот почему-то такие вредные. В общем, вот такая вот у меня получилась закупка. И да, у меня очень много заморозки, очень много булок. И да, я ленивая хозяйка, и мне это нравится. Давайте покажу вам чек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok